В Карачао-Черкесии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве туриста из Москвы. Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления по Карачао-Черкесии завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений». Ход расследования находится на контроле в Центральном аппарате ведомства. По данным следствия, 16 февраля 2022 года группа туристов из Москвы двигались на микроавтобусе в поселок Архыз с целью отдыха. Новость о ЧП, произошедшем 16 февраля на федеральной трассе неподалеку от станицы Кардоникской, мгновенно облетела почти все СМИ, не говоря уже об интернет-пабликах. Кричащие названия публикаций сводились к одному. В Карачао-Черкесии зарезали московского туриста за то, что он справил нужду на обочине. Чуть позже в сети появилось и это видео, снятое на мобильный телефон. Оно длится всего полторы минуты, но все же проливает свет на то, как все произошло на самом деле. Делать окончательные выводы на его основе, а также показаниях свидетелей, предстоит следствию. Мы же просто попытаемся восстановить хронологию событий по тем крупицам информации, которая всплывала в сети за последние несколько дней. Итак, семеро туристов из Москвы направлялись в поселок Архыз, заказав трансфер из аэропорта Минеральных вод. Уже вышли с аэропорта, были очень хорошие уже шум, гам. Ребят, потище. Да, да, потище. Но они колу пьют. Оказывается, в коле был коньяк или что было, как я не пойму. Я же не нюхаю как. И вот в салоне кипиш начался. Ну, понимаешь, как они веселые. Братан, останови. Я говорю, потерпите. Останови, я тебе сказал, мы дальше уйдем. И когда я остановился из-за одного, вышли все. Кто курить, кто этот. Место для остановки по естественной надобности оказалось совсем неподходящим. Как видно, даже летом на этом участке негде укрыться ни кустов, ни деревьев. Увидев, как молодые люди справляют нужду в поле, на всеобщем обозрении проезжающих мимо машин, двое местных жителей, Абдуллах Бастанов и Руслан Узденов остановились, чтобы сделать им замечание, которое вызвало искреннее недоумение у туристов. Казалось бы, напряженный тон беседы начинает стихать. В это же время один из москвичей продолжает, ну или заканчивает свое мокрое дело. Местные не обращают на него никакого внимания, а его друзей это только забавляет. Вмешательство в уже почти улаженный конфликт стало роковым для Олега Албегова. Он тоже родом с Кавказа и оказался не из робкого десятка. Подошел, что-то сказал, началась драка, семеро смелых двинулись на местных нравоучителей, один из которых достает нож. Далее видео обрывается, как и жизнь 35-летнего парня по дороге в больницу. Зеленчукским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя станицы Старожевая, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Сотрудниками Следственного отдела выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Погибший Олег Албегов был известным байкером в мотосообществе Москвы. У него осталась семья и дети. Подозреваемый в его убийстве Абдуллах Бастанов через два дня сам обратился в полицию с повинной. Нелепая трагедия, которой, безусловно, можно было избежать, вызвала широкий общественный резонанс. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование убийства. Вот только комментарии неадекватов к этой новости в различных интернет-пабликах почему-то на контроль никто не берет. Хотя и без экспертизы понятно, что многие из них точно тянут на уголовку. Руслан Альботов. Итоги недели. При содействии Следственного комитета по Карачаево-Черкесской республике. Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...